Не самые очевидные, наверное, передачи пытаются давать белорусы, но я думаю, что это определенное пристартовое уволнение. Здесь две минуты, да, и довольно неприятно, там похоже, то ли в бедро, то ли в колено прям Бураку угодили его оценить. Да, вот, смотрим, но здесь, мне кажется, даже колено в колено где-то сыграно было, но Бурак здесь катился по своей траектории. Бурака увидел. Понятно, но будем надеяться, что Бурака вернута к игре, там оказывают ему путь. Удар в колено, 5 плюс 20, до свидания, Егор Потапов. Но это надо, конечно, умудриться, да, удалиться в двух матчах подряд до конца игры, причем вчера во втором периоде, в середине второго периода он свалил. В принципе, неплохо тогда, меньшинство россияне отыграли, даже забросили меньшинство, ну и пропустили, то есть так, 1-1 сыграли. Но здесь эмоции, вчера его нарушение таким образом объяснял Дмитрий Михайлович, что молодой парень, что объясняем, как играть нельзя. Он на правом борту играет, Ермоленко, хороший наброс был на глазах. Хотя посмотрим, чем эта атака завершится россиян. Ой-ой-ой, как шайба вываливается. Лядник не сумел из выли. Их меняют 20-й, Кирилл Стримауков, второй Кирилл Гришков. И Богдан Поповский под 19-м мэнером он играет. Он седьмой защитник. Вот он пояснил, Медель Шульга заявил на этот матч. И выход 1-0 будет у россиян, но заряжает выше перекладины. Был признан лучшим игроком нашей сборной в первом матче. Да, он тогда 0-2 заработал. Кстати, что довольно удивительно, когда я с ним пересекался обычно. Каким-то преимуществом завладелся против сборной Казахстана уже в первом периоде. Что хотели делать россияне. Момент у сборной Беларусь. Шайба вороток оказывается в итоге. Но не знаю, будут смотреть, не будут эпизод судьи. Так или иначе, наша команда отличает. Но пока мы смотрим из-за наших ворот. Да, действительно здорово здесь разобраться. Не очень удобно пришла к нему шайба, но он сумел ее подработать под себя. Вот здесь смотрим, я так понимаю, Бориков это был. А вот здесь смотрите, как здорово он убрал. А не будет никакого просмотра, потому что Кузнецов у вратаря не врезался. Он бросил, не сумел Андреяна в шайбу зафиксировать. Она просто в ворота потихоньку заползла. И здесь мимо голкипера пролетает Кузнецов. Вообще же этот драфт там выдался очень аномальным. Впервые, если не ошибаюсь, там ох-то и момент. И пропускаем мы с питочка. С питочка поражает наши ворота. И в первую 16 он играет. Давайте разбираться на повторе. Здесь отскок получился, я так понимаю, от блокшота. Да, ну и сориентировался он первым. Не сказать, что да, кто-то тут проиграл позицию. Подумал Бурак, что шайба там до Лядника дошла. Повернулся к нашим воротам. Избежал в каких-то серьезных потрясениях. По крайней мере, он на льду остается и чувствует себя нормально. Хороший выход может получиться. А это снова Роман Кузнецов. Кузнецов бросает в плечо Андреянову попадать. Вот этот момент парни создали. Пару, ну не пару смен назад, а пару атак назад. Когда бросок был от синей линии, там шайба, пару ликошетов. Вот здесь момент опасный. Литвинов забивает. Тимур Литвинов во второй раз в этом матче выводит нашу сборную вперед. И снова Андреянов просто помог себе. В том числе и таким образом. На самом деле, хороший бросок у него получился. И сумел прошить Андреянова этим броском. Да, можно сказать, что не повезло Андреянову. Но здесь, наверное, два раза подряд не везет. Не знаю, может быть, не очень отскоки как-то контролирует Андреянов. Потому что и тогда шайба там ударилась сначала в блин, потом ему в щитки. И, в принципе, справился. Еще одна атака от Белорусов. Или Иванов не попадает? Иванов не попадает в ворота. Кстати, после ухода Потапова, обращаю внимание, что Есипов, который сейчас шайба, играет в этой тройке нападения. Но здесь Есипов задумывал какой-то финт. А только не уйдет как стартовому голубь. Но все-таки есть ощущение, что, конечно, кто-то получит, наверное, приз. Либо Лядник, либо Андреянов. Смотрим за моментом. Как встречают здесь жестко. Как встречают здесь жестко игрока сборной России. Это Дмитрий Хабян постарался. И на помощь врача тут помогли ему. Посмотрим, ну, то ли локтем там довершил движение в голову, то ли чем. Не знаю, надо еще раз посмотреть повтор. Казалось бы, ну, начинался хит не очень опасно. Да, подсел, понятно, но так вот по ощущениям было не суперопасно. Хотя судьи отправились смотреть повтор на предмет. Никак, наверное, серьезно на ход матча той пятиминуткой не повлияли. Плюс еще один важный момент. Все-таки это третий не готов на сто процентов сказать, что в итоге решают арбитры. Да, решают они все. Большой штраф и до конца матча. Атака в области была. Возможно, это автоматическое какое-то движение. Но в любом случае контакт локтя и головы был. Плюс там Семикин в таком небольшом нокдауне. Прибольшей сборной. На нее, конечно, тоже внимание обращаем. Причем внимание ключевое, потому что один в ноль выход может получиться. Бросок и прямо в Андреянова. В этой ситуации. Одина машинника по ходу первой домашней серии. Но вообще, да, Бурак-то человек, на которого надеют. Сам момент и гол. Смотрите, как забрасываем, а. Шикарнейший бросок получается у Романа Кузнецова. Дубль сегодня здесь ему помогал. Но здесь, конечно, тоже индивидуальное мастерство Романа сработало. Иванов точно здесь рядышком был. Егор Бориков снова. Их тройка снова работает. Егор Бориков, конечно, тоже теневой герой. Не то, что этого эпизода, а вообще этого турнира. Я бы его так назвал. Он не очень результативен. У него не так много голов. Честно говоря, длинная клюшка, длинные руки. И Гайдукевич просто шайбу удерживает. Под контролем Литвинов. Четвертое заходит. Круто все исполнилось. Но сегодня дублями парни отличаются. Уж не знаю, было ли касание шайбы от Гайдукевича. Но свою роль... Знаешь, что хочу отметить? Я хочу отметить тот вираж, который он совершил. Вот здесь. Вот как на катание он ушел от садящегося... Семихина. Да, Семихина. И не потерял шайбу. Быстро вернул ее под бросок. Совершил из-под игрока выстрел. Там клюшку выставлял Резванов. И такой бросок. Поединок. И со счетом 4-1 белорусская сборная выигрывает этот поединок. И оставляет за собой кубок президентского спортивного клуба. Да, удается сборной Беларуси защитить титул. Несмотря на сопротивление россиян. Несмотря на сопротивление очень серьезной, очень крепкой команды, которая много забрасывала, белорусы снова лучшие. Сегодня наша юниорская сборная забросила 4 шайбы. И такая поразительная стабильность. 4 ворота Казахстана. 4 ворота женской сборной России. 4 ворота сборной России Ю-16. Конечно, отмечаем. Субтитры сделал DimaTorzok